Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбан, а вместе со мной в нашей телевизорской студии, увы, виртуально, находятся замечательные гости, мои друзья, коллеги, главный редактор лучшего радио «Цвизильбер» и журналист Павел Маргулян. Добрый день! Как здоровье, прежде всего? Мой первый вопрос к вам. Цви, ты уже прошел, я так понимаю, этот этап, а Паша в процессе? Все замечательно и хорошо. Я на выходе, скажем так. Об ощущениях мы, я думаю, мы еще поговорим о ваших личных впечатлениях этого процесса. У меня вопрос самый простой. Опубликована статистика за 26 число, по крайней мере, по Израилю. Пишут, что количество инфицированных значительно меньше, чем было за день до этого. Если было 83 613, то теперь 76 157. Омикрон пошел на спад, мы прошли этот пик волны. Цви. Ну, даже если мы его еще не прошли, то я думаю, это произойдет в течение ближайших нескольких дней. И мы можем видеть, как это было в Соединенных Штатах Америки, когда в течение одного дня заболеваемость упала сразу в тысячу раз. То есть просто невероятное что-то. Было 800 с чем-то тысяч человек в день, а в один день это превратилось в 700 с чем-то человек в день. И мы будем надеяться, что у нас произойдет нечто подобное. Но сейчас мы действительно на пике. Несколько тысяч сюда, несколько тысяч сюда. Это ничего не меняет. Мы сейчас здесь еще находимся на пике. Но я надеюсь, что в скором времени эта вся история закончится. И мы сможем вернуться к более-менее нормальной жизни. Я обратил внимание на то, что позавчера вдруг появились какие-то совершенно панические статьи в израильских СМИ, которые ссылались на некие источники в Министерстве здравоохранения о том, что смертность в Израиле подскочила в 40 раз в течение двух дней. О том, что 95% смертельных случаев в больницах это люди, которые умирают именно из-за короны, а не с короной. Что реальную статистику Минздрав не в состоянии публиковать, потому что они сейчас перешли к публикации статистики смертности исключительно на основании свидетельства смерти. А у нас в стране якобы каждый день 20-25 человек умирают без свидетельства смерти и без записи, что они умерли из-за ковида. Мне такая информация, честно говоря, показалась полным бредом. Я обратился в Минздрав, чтобы они подтвердили или опровергли. Они категорически это дело опровергли. Они сказали, что ничего подобного им не известно. Вообще не ведется статистика, разделяющая людей на тех, кто умер из-за ковида или на тех, кто умер с ковидом. Такой статистики нет. И буквально на следующий день появились более успокаивающие данные. Например, о том, что большая часть детей, подавляющее большинство детей, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии, они именно с ковидом, а не из-за ковида. То есть они попали в больницу в тяжелом состоянии по каким-то своим причинам. И при этом выяснилось, что у них еще и ковид. Конечно, это не облегчает их ситуацию. Но они в больницах оказались не из-за ковида. Почему нужно раздувать такую истерию, я не очень понимаю. Скорее всего, это из-за каких-то рейтингов, которые разные СМИ хотят получить. Но у меня сразу такие данные не вызвали большого доверия. Особенно я не могу себе представить в условиях Израиля, что какой-то человек умирает от ковида. И об этом никто не знает. Вот он лежит у себя дома, он не вызвал скорую, он не отправился в больницу. Ведь все-таки от ковида же умирают не в одну секунду. От ковида это длительный процесс, пневмония, трудности с дыханием. И вот я себе не могу представить 20-25 человек в Израиле, которые умирают от ковида, и никто об этом не знает, и даже не выписывают на них свидетельство о смерти. То есть вот сама эта информация окажется мне подозрительной. Но главный заголовок, который появляется на Вайнете с таким содержанием, от которого просто Отеров берет. Ну вот я не знаю, зачем это нужно. Точно так же мы можем видеть критику в адрес правительства по поводу снятия любых ограничений. И может быть есть рациональное взерно, что типа ребята правительстве, уважаемые наши правительства, мы понимаем вашу стратегию, но почему надо вводить отмену ограничений именно когда мы находимся на пике. Есть у этого обоснование медицинское? Нет, не важно. Чисто психологически это плохо влияет на людей. Люди боятся, люди запуганы, люди в страхе, люди в стрессе. И действительно можно было, на мой взгляд, подождать еще недельку для того, чтобы действительно эта заболеваемость пошла на спад. Она пойдет на спад, в этом нет у меня никаких сомнений. Но должно случиться что-то очень неординарное, например, появиться и быстро распространится новый штамм, чтобы этого не произошло. Если предположить, что этого не будет, то все-таки в течение нескольких дней это пойдет на спад. И правительство просто могло подождать, например, с отменой обязательной самоизоляции для школьников, или с какими-то другими отменами карантинных мер, просто могло подождать несколько дней, и тогда бы не было такой резкой критики, что типа, ну что-то же делать нужно. Да, вот все эти меры неэффективны, но что-то же делать нужно. И действительно, сегодня есть очень большие разногласия между медиками и политиками. У каждого из них свои ответственности, каждого из них можно понять, каждый видит ситуацию со своей точки зрения. Но мне кажется, что вот золотой серединой было бы подождать до того, как эта эпидемия пойдет на спад, а потом уже отменять карантинные меры. Паша, у меня к тебе вопрос. Тоже я оттолкнулся от статистики, опубликованной. 518 тысяч 419 человек в настоящее время являются источниками заражения. Очевидно, с одним из таких источников ты где-то столкнулся. Скажи, пожалуйста, как проходит процесс твой изоляции в семье? Ты в отдельной комнате под ключом, под замком, тебя никуда не выпускают. Как это происходит? И твои вообще ощущения? Как принято сегодня прикалываться? Ну что, помогла тебе твоя прививка? Смотрите, у меня ощущения странные. Я до сих пор не верю. Мы вот тут с женой спорим. Она говорит, что у тебя корона. Я говорю, нет у меня никакой короны. У меня только антигенные тесты показывают две полоски. Но я себя ощущаю, как и в прошлом, и позапрошлом, и позапрошлом в прошлом году. Как человек просто стужился. То есть у меня такая реакция организма каждый год, когда наступает холодная погода. Я простужаюсь. Что бы я ни делал, у меня, видимо, биологические тесты срабатывают. Я простужаюсь. У меня там полдня или день температура. И потом какое-то время я кашляю. Но я еще голос напрягаю. Я все-таки там совсем работу не бросил. Я там по телефону веду обзор газет. Все не знают, что это такое. Я тоже, когда болел, вел обзор газет из дома. Вот. И, видимо, все это сказано. Я продолжаю иногда кашлять. Но самое главное. Я же, я думаю, что я получил положительный. Я пошел делать PCR-тест. Я думаю, что у меня к этому времени вот это состояние, то ли корона, то ли неизвестное что, было несколько дней. Вся моя семья отрицательная. То есть люди, с которыми я контактирую чаще всего, я никого не заразил. Не зная того, что у меня еще корона, я никого не заразил. И до сих пор я никого не заразил. Плюнь три раза через левое плечо. Я уже на выходе. Я уже вообще чувствую себя, как готовый к марафону на 42 километра подевают. Мы там стараемся сторониться друг к другу, близко не приближаться. Но это в тот момент, когда я получил положительный результат. До этого ничего не было. Мы вместе за одним столом ели, обедали и так далее. Я никого не заразил. Поэтому я думаю, что у омикрона столько разных проявлений, что вообще систему какую-то создать на сегодняшний день невозможно. И то же самое с статистикой. Вот если мы вернемся к статистике, о которой сейчас ТВ говорил. Я, во-первых, не верю в скачкообразную статистику. Потому что когда ТВ привел цифру, что в Соединенных Штатах уменьшилось в тысячу раз, по моему опыту такого не может быть. Там что-то с подсчетами. То есть в то же время у нас такая ситуация. Обратите внимание, у нас все больше и больше. Минздрав спотыкается с публикованием статистики. Но система рушит. То сбой какой-то и так далее. Это значит, что мы, не только Израиль, и в других странах, мы не справляемся с этой волной для того, чтобы ее контролировать. Как-то и правительство ее немножечко отпускает. Говорить о том, что мы находимся на пике, мне тоже хочется, что мы находимся на пике, и потом будет только спад. Если не учитывать одно обстоятельство, что вот мы говорим сегодня, когда у нас в школах начался эксперимент. То есть дети будут ходить в школу в любом случае, даже если в классе есть инфицированный ребенок. Просто будут делать антигенные проверки. Два раза в неделю. Что даст этот эксперимент? Видимо, правительству здесь стала преобладать экономика, чем здравоохранение, которое они не могут контролировать. Потому что, смотрите, 70-80 тысяч зараженных в сутки, из них 30% это дети. Это значит 20-25 тысяч детей в день. За неделю это 100 тысяч детей умножьте на двух родителей, которые должны там что-то с этим делать, садиться на карантин. И понятно. И правительство решило, что с этим невозможно справиться. И не только в нашей стране, вообще. И поэтому решило пойти на такой эксперимент, который через неделю мы узнаем, какие он даст результаты. Но он может дать результаты в ту сторону или в ту. То есть он может встретиться с пиком эпидемии и на спад пойти, а может, наоборот, этот пик еще немножко поднять за счет этого эксперимента. Что из этого будет, мы через неделю где-то, я думаю, узнаем. ЦВИ, вот я оттолкнусь от того, что сказал Павел. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, возвращаясь к теме снятия всех карантинных ограничений со школьников, это именно политическое решение? Да, конечно. Конечно, это политическое решение, в этом нет никаких сомнений. И оно укладывается в рамки политической стратегии, которой придерживается наше правительство, о том, что, как, в принципе, и в Штатах, и в Великобритании, мы можем это видеть, отпускать все ограничения для того, чтобы все как можно быстрее переболели омикроном в легкой форме, и дальше волна бы остановилась после появления коллективного иммунитета. Нет никаких сомнений, что правительство решило идти по этому пути. И они уже так еще пока застенчиво, но уже практически говорят об этом в открытую. Я не знаю, я особо ничего такого страшного в этом не вижу, потому что даже если предположить, что в этой ситуации мы бы пошли на какие-то очень жесткие ограничительные меры, мы бы это не остановили. Нам не удалось бы омикрон снизить до 100-200 случаев заражения в день. Это так не работает, и заболевание опасно, в смысле не опасно, а заболевание такое заразное, потому что его переносят люди бессимптомные. Вот, например, я переболел, у меня не было вообще никаких симптомов. У меня не было ни кашля, ни температуры, ничего, никаких отрицательных эффектов у меня не было. Конечно, я три раза привит, и, наверное, если бы не это, то я бы как-то почувствовал эту болезнь. Но если бы я не делал тесты по своей собственной инициативе, вот эти тесты антиген, то я бы даже не узнал, что я болею. И именно поэтому он такой заразный. Поэтому вводи карантин, не вводи карантин. Это все равно не очень эффективно. Да, будут, конечно, заражения. Но, учитывая, что сегодня уже считается, что через пять дней человек практически не заразен, если у него нет симптомов, то можно предположить, что действительно дети быстро этим всем переболеют и смогут вернуться к нормальной учебе. Есть, конечно, незначительные риски. По американской статистике, где-то один из трех тысяч детей может попасть в больницу в тяжелом состоянии, имею в виду из-за ковида, да, не с ковидом, а из-за ковида. Среди всего населения это где-то один из тысячи, один промиль, да. Но просто по закону больших цифр, да, если у нас заболевает миллион человек в месяц, да, то даже один из тысячи, это получается тысяча человек в тяжелом состоянии в больнице, что мы примерно и видим, да, но может быть немножко меньше. У нас 800 чем-то, там под 900 человек, да. То есть примерно это же мы и видим, да. Но я не знаю, я думаю, что в конечном итоге любая политика правительства привела бы нам к тем же самым результатам, да, но может быть они бы протянули подольше, там, на одну-две недели. Но даже не думаю, не думаю. Но это опять же такие очень теоретические предположения. Павел, вопрос у меня к тебе тоже об этом же, о решении правительства. Я ехал, когда в студию, слушал новости, выступал наш министр здравоохранения Ницан Уровец. Он наехал на предыдущее правительство, очень хвалил самого себя за то, что вот сняли вот эти ограничения со школьников. И, дескать, это показывает, какие мы прогрессивны по сравнению с предыдущим правительством. Уместно ли такого рода заявления именно в тот период, когда то, о чем мы, собственно, и говорим, во время пика омикрона говорить о каких-то своих достижениях и успехах, снимая ограничения со школьников, которые будут, судя по всему, заболевать все больше и больше и больше? Смотри, вопрос, конечно же, странный. Уместно ли заявление политика, когда он хвалит себя и ругает своего оппонента? Уместно, так всегда было. И так, значит, Оровец даже не упомянул, что у нас большая часть населения вакцинирована к этому моменту, и последствия омикрона не сравнимы с последствиями дельты. Ну, конечно. Поэтому на этом фоне, конечно, можно себя хвалить. Да, но, смотри, политика Беннета, как я понимаю, с самого начала, была ни в коем случае не допустить карантина общего, по национальному карантину. Ну, смотри, и это тоже. Поэтому я бы сказал, что это решение не только политическое, это политическое и экономическое решение. Потому что мы после трех карантинов через два месяца опять возвращались к тому, что было. И к этому нет смысла. Этому нет смысла. И с учетом двух серьезнейших факторов, что у нас большая часть населения вакцинирована, и омикрон не действует так, как дельта. И тут уж при этом, при этих обстоятельствах, закрывать страну на карантин вообще бессмысленно. Поэтому делают то, что сейчас делают. Я бы не сказал, что это достижение правительства. Я не уверен, что, например, прошлое правительство вело себя по-другому, учитывая эти обстоятельства, учитывая омикрон и вакцинацию. Вот, поэтому, но то, что политик себя хвалит и говорит, что он лучше, чем его конкуренток, я как бы не удивляюсь этому. Это нормально, так должно быть. Спасибо. Спасибо за это мнение. Спасибо ЦВИЗ. Спасибо Паше. Всего вам самого доброго. Главное, здоровья. И до встречи, скорой встречи в нашей студии. Не виртуально, а реально. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова